Всем привет! Вы на канале Мошенники звонят по телефону. И сегодня у нас новое видео от нашего подписчика Ивана. Приятного вам всем прослушивания! Тищенко Сергей? Да. Нет, такого не знаю. Я так понимаю, инициатором данного перевода вы также не являетесь, верно? Нет, конечно. В таком случае я приостанавливаю операцию в системе банка и открываю заявку по пакту мошенничества. То есть мне необходимо задать вам ряд вопросов, которые помогут разобраться, где произошла компрометация ваших личных данных. Подскажите, пластиковая продукция нашего банка у вас не утеряна, не украдена? Да, конечно. Не, не, не украдена. Ничего, все при мне. Возможно, вы передавали пластиковую продукцию третьим лицам либо родственникам, и то ли по из них усадшили данную операцию? Нет, ничего никому не передавал. А вы в таких магазинах, как Магнит, Ашан, Пятерочка, Переклёсток, Светофор, совершаете оплату вашей картой? Ну, конечно. Дело в том, что в таких магазинах мошенники на устаревших агрегаторах выполняют считывающую устройство. После того, как вы совершите оплату вашей картой, они передают ваши данные на посторонние ресурсы. Возможно, именно так произошла утечка ваших личных данных, я в заявке зафиксирую, технически я проверю. Вы ранее оставляли свои данные на неферсиферных сайтов, таких как онлайн-казино, брокерские сайты, сайты-двойники? Блядь, ёб твою мать! Что случилось, Иван Олегович? Да там, блядь, да там пиздец, у меня же там все деньги на ипотеку, которые я коплю. Блядь, блокируйте всё нахер быстро! Что? Блокируйте, говорю, всё это, к херам, всё это блокируйте, у меня там все деньги на ипотеку. Иван Олегович, данная операция приостановлена на период нашего с вами разговора, необходимо заполнить данную заявку для отмены операции, которую вы не выполняли. Всё, блокируйте, к херам, у меня там 4 карты. До 10 мошенников, какой баланс вы ориентировочно по ним помните? Блядь, у меня там на одной карте лежит 2 миллиона, ёбаный, в рот блокируй, всё, я говорю, пожалуйста, быстро! По второй карте. Да по второй карте, не знаю, там 1300-1400 лежит, не помню, она расходная. Блокируйте все карты, блин! Третья карта, это кредитная, верно? Нет, нет у меня кредитных карт. На ипотеку, говорю, коплю, деньги откладываю, у меня там лежит в общей сложности где-то 2 800 миллиона. Фиксирую ваш ответ. Также вижу, благофиксируем фото, онлайн-банкинг, код нашего банка, вы его не уходите. Блокируйте всё, блокируйте всё! Я его временно деактивирую, 30 до 40 минут для установки вам двухпасторной защиты. Данная защита устанавливается вам абсолютно бесплатно, поскольку вы смотрели с мошенническим действием. Блядь, это пиздец, мы можем побыстрее? Какие 30-40 минут, извините, пожалуйста, у меня сейчас деньги все спиздят с карты. Там деньги, блядь, я копил несколько лет на ипотеку, вы что? Блокируйте всё, какие 30-40 минут? Не переживайте, все денежные средства находятся на страховой ячейке нашего банка. Они сейчас находятся в безопасности. Блядь! Блокируй, говорю! Также для отмены операции, которую вы не выполняли, и установки вам двухпасторной защиты, мне необходимо вас идентифицировать в системе, как настоящего карта-носителя нашего банка. В случае мошеннических действий, индификация в нашем банке происходит двумя способами. По нумерации договора, либо же по нумерации любой активной карты нашего банка. Я дома, у меня всё есть, что вам надо? Договор, номер карты, всё есть, что вам нужно? Как вам будет удобнее? Мне значения не имеет. Неважно, номер карты. Дублируйте с ваших слов. Только быстрее, пожалуйста, заблокируйте всё. Дублируйте с ваших слов. Так, 33-43. Далее. Ой, это, блядь, это не та карта, блядь, где штата, ёбаный урод. Основную надо сейчас заблокировать, сейчас, возьму. Сейчас, одну секунду. Сейчас, одну секунду, подождите, это не та карта. Хорошо, и вон, Олегович, ожидаю. Сейчас, сейчас, ищу, 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 это я Альфа-банк начал диктовать. Так, 54-69. Далее. 55-00. Далее. 6-2-6-5. 6-2-6-5. 14-88. Фиксирую ваш ответ. Также укажите дату перевыпуска пластиковой продукции, чтобы до конца срока действия мы установили ванду в пакторную защиту. Это что мне нужно сказать? Ниже номер карта, 4 цифры. То есть, 2 цифры, дробь, 2 цифры. 13-22. Фиксирую ваш ответ. Отдавил заявку в технический отдел на идентификацию. Сколько вам нужно времени, чтобы заблокировать этих пидорасов? Данная операция выполнится в режиме нашего коммертвора. Не переживайте, все денежные средства находятся на страховой ячейке нашего банка. То есть, денежные средства на ипотеку не были утеряны, Иван Олегович. Не переживайте. Мне сейчас смс-ка пришла. Это от вас пришла смс-ка? Нет, Иван Олегович. Также я получил ответ от технического отдела, ответ по вашей фиксации отрицательный. Вы указали неверную нумерацию, либо же нумерацию, которая не подвязана под ваше имя. Я сейчас с карты диктовал, мне пришла смс-ка. Да, какая? Мне говорят, что тебя, пидораса, изнасиловал отец. Это правда? Нет, это не правда, Иван Олегович. Как? Тут написано. Тут написано. Тебя изнасиловал отец. Это что такое? Я не знаю, Иван Олегович. Как связана твоя личная жизнь и моя ипотека? Я еще раз спрашиваю. При чем тут это? Это же вам написали, что у вас отец... Почему ты мне шлешь такие сообщения? Ты что, дебил, блокируй карту? Иван Олегович, вы указали неверную нумерацию. Да как неверная нумерация? Я с карты диктовал, мне смс-ка пришла, что тебя отец насилует. Ты что? Дублируйте повторно. Так, дублирую повторно. Тебя насилует твой отец. Что здесь... Что еще сказать? Я насилую ваш отец или что? Я вас не понял, Иван Олегович. Подожди. Хорошо, ладно. Сейчас, подожди, я одену на тебя бабушкины очки, и все станет понятно. Ты знаешь, что такое бабушкины очки? Это когда я тебе на голову сажусь, яйца на глаза, а хуй на нос. Вам кто-то садится на голову, с жопой, на лицо или что? Я... Я сажусь тебе. Ты с лет работаешь в Сбербанке, такого ни разу не слышал. Боже мой. Подожди. Что за изображение там происходит? Да ладно, ладно. Хорошо, подожди. Стой. Ну, уже поняли, что ты объебался, потратил время. Хорошо, давай это самое. Лучше расскажи мне, ты в колл-центре работаешь или на зоне сидишь? Иван Олегович. Иван Олегович, какие колл-центры? Да блять. Какие зоны? Господи, ну ты долбоеб или не лечишься? Давай еще раз. Как вы общаетесь с сотрудником банка? Я общаюсь с тобой долбоебом, так как я считаю нужным. Ты объебался, ты потратил время. Давай еще раз попробуем начать сначала. Ты сидишь или работаешь в колл-центре? Объясни. Спасибо. Он понимает вообще, что происходит. Я работаю в Сбербанке России на улице Лавилова, 19. Так, конч, подожди. Хорош играть на публику, ну завязывай. Никогда в жизни сотрудник Сбербанка не запросит, во-первых, такие данные, а во-вторых, не будет таким долбоебом, как ты. Давай мы начнем сначала. Иван Олегович, я вас не оскорблял и вы меня не оскорбляйте, поскольку я сейчас... Долбоеб, блять. Подожди. Так, ну, давай. Ты сейчас. Ты сейчас. Ты сейчас что-то хочешь сделать. Давай, что ты хочешь сделать? Чего еще раз? Есть правильный номер карты, я сейчас другу передам и сниму по Орёне. Сейчас правильный номер карты, это единственное, что я ебал твой рот. Иди нахуй. Благодарю вас за то, что вы с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!